Ну а кроме паспортных дел, правоохранители должны заняться еще и фальшивыми медицинскими документами. Поддельные справки это уже тоже почти эпидемия. В больницы попадают дети с корью и справками о вакцинации, которые родители просто купили. Как долго еще проработает справочная мафия, выясняла Евгения Коваленко. Масштабная вспышка кори не на шутку напугала и разделила украинцев. Одни побежали срочно делать прививки, другие покупать липовые справки. По данным Минздрава, 86% заболевших корью не были привиты. Когда чиновники открыто заявили об опасности, родители заговорили о липовой тенденции и признавались, что покупали справки. На вопрос при разговоре с родителями, относительно чего они так сделали, они очень удивились и сказали, что все делают. Но нам нужно было в садочку. Мы меняли место проживания и не делали часа ходить к лекарю. Четвертый вариант, говорят, нам лекарь порекомендовали не делать. Но сейчас из-за шумихи врачи боятся проверок и стараются не выдавать пациентам фальшивые документы. Приутихли и те, кто подделывает печати медиков. Хотя в интернете множество сайтов, где предлагают любые медсправки безо всяких медосмотров. И спрос большой. Люди не стесняются публично об этом писать на форумах. Пытаемся заказать и мы. Здравствуйте. Мне нужна справка о наличии прививки от кори. Вы делаете такие? Нет, не делаю. Мы обзвонили десятки номеров. На звонки со стационарного телефона отвечают менее охотно. С мобильного, как только слышат о справке для ребенка, либо бросают трубку, либо присылают смс. Но в нескольких конторах все же согласились сделать справку о прививках. Цена вопроса 345 гривен. Впрочем, дельцы стали более осторожными. Теперь отправляют фальшивку только по почте. Однако нам нужно срочно. Решили заказать что-то более простое. Например, справку в бассейн. Ее готовы отдать лично. Как я могу заказать? Подсамальский, напишите слово «посеян». Потом фамилию, имя, отчество на украинском медзаке. И дату рождения полностью. Поддельную медсправку пообещали сделать за один день. Курьер доставит ее к любой станции метро. Мне назначили встречу вечером. Едем забирать фальшивку. Парень отдает мне заказ и тут же договаривается о встрече с другими клиентами. Уверяет, с документом никаких проблем не будет. Вот как просто. На улице можно получить любую медсправку. Цены стартуют от 100 гривен. На это есть все подписи и печати. Выглядит как настоящее. Но все же это липа. Мы уже делали подобный эксперимент. Минувшей осенью показывали, как легко можно купить поддельную медкнижку и работать в любом общепите. За 200 гривен нам ее сделали за два часа. Производство поставлено на поток. Я в ресторан и заношу по 10 штук. Администратор заведений сами скажет, что купляли. В школе берут те, что работают поварами, в детских садиках, учителя. В медучреждении, которое значилось в документе, заверили подписи и печати не настоящие. Врачи к этому отношения не имеют. Мы никогда не выдаем нашу медичную книжку без печатки на фотографию. Это основное. Мы коммунальное предприятие. Извините, мы не Шарашкина контора. Поддельные справки о вакцинации и медкнижке. За деньги можно купить любой диагноз и даже оформить группу инвалидности. А все потому, что нет контроля. О том, что в стране эпидемия фальшивых справок знают все, но никого не наказывают. Это называется малозначность. Это вроде противоправные, но они не безопасны настолько, как пограбление, побитие кого-то. Почему за кордоном доведки так, на лево-на право, не раздают? За этим всем следуют не правоохранительные органы, не правовые нормы регулируют ответственность, а этично-моральные, деонтологические лекарские. Если поддельная справка приведет к смерти ребенка, в Европе врачу, который ее выдал, грозит тюрьма и лишение лицензии. У нас максимум увольнения. Да и то, вину доктора еще нужно доказать, а это почти невозможно. На нынешней неделе в Минздраве заявили, что тоже хотят усилить наказание медперсонала за фальшивые справки о вакцинации. Но эксперты уверены, это не решит проблему подделок. Контролировать врачей должны сами врачи. Такого тотального недоверия к медсистеме, как в Украине, нет нигде в Европе. Там даже в голову никому не приходит покупать или продавать липовую справку. Нас так воспитали родители. Что бы ни сказал врач, он прав. И это во благо нашим детям. Не думаю, что медики стали бы продавать справки. В этом нет смысла, потому что прививка недорого стоит, и мы рады быть защищенными. А вот киевлянка Богдана сознательно не делает своим детям никаких прививок. Об этом она честно призналась и в школе, и в детсаду. Я не делала липовых справок. Я подошла к педиатру, сказала, я сделаю все, что от меня требуется. Пройду всех врачей, но чтобы напишу, чтобы мой ребенок здоров. Старший ходит в школу непривитый, а вот младший пока дома, потому что в садике требуют справку о вакцинации. И такая ситуация по всей стране. Официальных распоряжений не пускать непривитых детей в садики нет. Их советуют оставлять дома. С 220 спискового склада, у которых находится в детском садике, всего не щеплено 5 детей. Они на данный момент не отведывают детский садик. Ольга – одна из тех, кто доверяет врачам. Двоим детям сделала прививки. Я старше, не было такого же, как бы эти вакцинации. Каждую прививку она получила. А уже меньшенький, потому что немного болеют, то пропускали. То вакцины нет, то дитина снова болеет. В этой амбулатории каждый день прививают около сотни детей. Врачи утверждают, за липовыми справками к ним еще ни разу не обращались. Эпидемии кори в Украине пока нет. Но она может начаться, если украинцы вместо бесплатных прививок будут покупать своим детям липовые справки. Евгения Коваленко, Ирина Диченко, Елена Абрамович, Вадим Ревун и Павел Лысенко. Подробности недели – телеканал «Интер». Всё acab improvisлены. Всё. Продолжение следует...